Выводили команды на поле и в рамках конкурса специального, который прошел. И сегодня также еще одно приятное событие было. Паралимпиец, известный тюменский спортсмен Иген Иванов, вручил одну из своих золотых медалей капитану команды Ивану Чудину с посылом на таким же клуб Тюмень. Павел Маслов совсем юного возраста начал играть в основе футбольного клуба Тюмень и со временем добился перехода в футбольный клуб «Спартак» Москва. И даже дебютировать успел уже в основном составе в кубковом матче в этом сезоне. Но здесь очень активно в отборе играть и футбольного клуба Тюмень играют. Тем не менее, аут зарабатывает Москва после «Спартак». Снова Руденко с мячом. Не так он заметен, возможно. Закапливает опасные моменты, которых уже во втором тайме целая пачка была. Это удар Ряба Кобыленко, удар Егора Глухова выше ворот. И здесь Тюмень снова давление включает на левом фланге. Пока что тяжеловато. «Спартаку» приходится с этими подключениями. Еще один дальний заброс от галкипера «Спартака-2». И в данном случае подбор остается за красно-белыми. Перехват. И здесь нарушение правил фиксирует арбитр. Шакура пошел вперед. В дальний угол успел сложиться, вытянуть руки и вытащить мертвейший мяч с ленточки ворот. Еще один атак от Тюмени. Они не успокаиваются. Шакура. Шакура идет по левому флангу. И здесь его сваливают. Напомним, что игра первого круга закончилась со счетом 3-2 в пользу тюменцев. Кобылен как раз там забивал. Ну а Тюмень не может в Ярославле выиграть. Вперед Шиенек. Звучит на стадионе. Болельщики здесь немножко так подуспокоились. После первой получасовки. Борьба здесь на поле. Масхарашвили у нас то на левом фланге, то на правом. Самый один Масхарашвили переводит на левый. Стали тряпки, конечно же, стали здесь протирать сиденья. Поэтому мы помыли практически всю западную трибуну. Но тем не менее, все-таки есть такие накидки. Здесь болельщикам в Ярославле их раздают, чтобы они постелили на кресло. Но тем не менее, субботник. Сегодня, кстати, в Ярославле. Три молодых ярославцев в запасе сегодня у Шинника. Ну а пока Васев с мячом пытается обыграть Покидышева. Обыграл не только Покидышева, Камилова и Цхавриба, но и сделал передачу. А сейчас прострел в штрафную площадь. Егор Глухов делал передачу с левой ноги. Но здесь нам бы имели преимущество. Диагональ на правый фланг. Диабаль здесь борется с Васевым. Немножко здесь Павла подтолкнули спину, а Васю все грамотно делает. Опыта достаточного игрока. Сопроводил мяч за пределы поля. И он ушел за боковой. Покидышев, 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 Покидышев. И вообще, ну это достаточно серьезное достижение. Потому что, во-первых, Ландин успели игроки Тюмени вернуться. Здесь уходит от соперника. Не видно отсюда, кто это был. Но хороший перехват в исполнении игроков Тюмени. Потащили мяч вперед тюменцы Рябак-Былинко. Здесь не смогли прервать БМ. Цаутин вытаскивает мяч. Еще один удар. Бронкирует выстрел Леонтьева. Милосавлев с левой ноги пробивает. Три удара подряд Тюмень нанесла. Ну, это было жарко. Цаутин действительно сыграл. В матчах это очень грамотное и нужное приобретение в зимнее трансферное окно. Прекрасная политика футбольного клуба Сочи. Алан Касаев уже принес много очков команде. И стоит отметить, что в последних пяти матчах у Сочи финальный счет этого матча. Ну вот смотри, но все-таки есть попытки. Уже 15 минут сыграно. Есть попытки. Видели мы там пару опасных моментов у воротца Дениса Вамбольца. Но тем не менее такие попытки немного огрызнуться от Тюмени. Потерял очень мало очков. Да, Сочи вообще не потерял очков в марте. Да, в марте не потеряли очки. И заслуженно, закономерно Александр Чилин был лучшим тренером этого месяца. Посмотрим. Его впереди ждет тяжелый вызов в апреле. Так что все-таки Тюмени больше в своей зоне передачи без какого-либо продвижения вперед. Скорее на контроль мяча. Но без продвижения вперед не будет голов. Ну потому что ты посмотри, да. Понятное дело, что нет, наверное, перспективы. Вот сейчас прошла передача. И паз. Это мой выход в РПЛ. И сочинцам крайне необходимо добыть эту вторую долгожданную строчку. На второй строчке пока находится футбольный клуб Тюмень, который сегодня играл с лидером чемпионата Стамбовым. Закончился матч в ничью 1-1. Сейчас может быть опасно атака со стороны Сочи. Казаев. Вопрос пребывания Анжи в российской премьер-лиге остается тоже под большим вопросом. И вот интересно будет смотреть на матч между двумя командами, которые не мотивированы, чтобы остаться или выйти в российскую премьер-лигу. То, что еще около месяца придется пропустить. Но, как казалось, в Тюмени есть тем заменить футболистов, многие из которых были основными игроками. Но там с травмами все в порядке, за исключением того, что Роман Бугаев сегодня не вышел. Входной погода хорошая. На 6 градусов выше нуля. Вчера холода наступили в Тюмени. Было опасение, что придется играть в такой атмосфере небольших заморозков. Но сегодня уже и солнышко выглянуло. И снег, который выпал в Чи. Богатая история взаимоотношений между Тюменью и Томью. Был материал, недавно подготовленный томскими журналистами о том, как играли Тюмень и Томь в советское время, даже в военные годы. Сперва получилось так, что на один уровень практически команды стали. Играет ФНЛ уже, который сезон подряд. И вообще противостояние получается довольно-таки интересным. Тюмень пока что справляется с забросами за спину защитником. Появляется оперативное пространство. Полетел вперед Ливонтиев. Передача на Милосавлеву, но технический брак серб допускает. Тем не менее оставляет мяч партнер. Навес Милосавлеву был. Опасный подкат. Арбитр разрешает... Нет, не разрешает игру продолжить. И это желтая карточка. Пошли. Ну, во втором тайме, понятное дело, что Томь взвинтила темпы. И гол, не стряна то, что он был забит исключительно за счет индивидуального мастерства, он как бы назревал. Бем без нарушения правил отбирает мяч, лихачу. Ну и у тюменцев, как в целом, ничего не получалось в атаке во втором тайме. Чего-то целесообразного. Каких-то грамотных решений не хватало на чужой половине поля. И здесь очередная ошибка. В передаче ошибается. Есть большая группа команд, которая борется, скажем так, за сохранение места футбольно-национальной лиги. И есть команда, которая в олимпиаренстве футбольно-национальной лиге практически обеспечила себе место, кажется, в премьер-лиге в следующем году. Это Тамбов. И еще есть несколько команд. Попилку на одно очко. Но после снятия очков за неисполнение, так сказать, своих обязанностей перед бывшими футболистами, около трех миллионов рублей задолжали они в качестве призовых выплат своим бывшим игрокам. Те добрались до КДК, затем до суда. Острый пас приводит к тому, что либо выносится мяч кеменцами, либо в борьбу. Но сейчас еще раз шанс. Победал, что была игра рукой у Фархода Васиева, но судья находился рядом и не увидел этого момента. Фарход Васиев, один из, да это, по-моему, единственный представитель Таджикистана. Остальные практически на своей половине. В центре поля тоже, по-моему, два человека, никого нет. Но тут не игры должно быть. Очень опрометчиво действовали сейчас футболисты Луча. Не совсем разобрались в этом эпизоде. Сергей Пономаренко... Поехала нога, не позволила ему сделать несколько шагов навстречу мячу. Снова борьба. Васиев выигрывает верховую борьбу у Павленко. Да, здесь надежно сыграл защитник. Сначала в подкате мяч выбил, и сейчас я верховое единоборство. У ворот... У обоих ворот стадиона «Динамо» создавая тем самым фронт работы для... И для защиты, и для вратаря. Да, для Котлерова. Новича действие сместился тоже в центр ворот и хорошую позицию занял, отбил мяч. И, по-моему, вне игры, да, было, что зафиксировал арбитр на линии, потому что там... Двойная замена, между прочим. У Луча готовится. Хлебородов и Гордин. Страховал Наиля Замалиева. Сохранили мяч Владивосток. И вот сейчас о потере. Четыре человека в атаке у Тюмени. Сергей Пономаренко, пытаясь выбить мяч, проверил на крепость игрока гостей. Навес и подбор за Владивостокцами. Там Машнев. Захов немножко лишнее движение руками сделал и повалил. Давид Захов показывает что-то, поправляет. Ждем мы, когда Тарас Царякаев бросит мяч из-за боковой. Он это делает. Бросает на Хлебородова. А судья, который находился рядом, боковой ассистент, увидел в действиях Ивана нарушение правил. Он будет бросать мяч из-за боковой. Вы знаете, буквально, как я уже сказал минутами ранее, под завязку забит Манеж. Особенно хорошо сейчас выделяется фанатский сектор Тамбова, где по-прежнему несколько притихли с трибуны Манежа. Явно не ожидали они такого развития события. Но Тамбов продолжает лезть в атаку. В основном это делая правым флангом за счет активности на остырного Антона Килина, который сейчас находится просто в прекрасной форме. Что он подтвердил и на сбору. Звоночек для обороны Тюмени. Раз за разом эти диагональные передачи проходят в направлении крайних игроков-хозяев. Им оборона гостей зевает. Будем уж откровенны. Вот эти вот перемещения. Им за спину. Сейчас борьба в центре поля. И мяч стал легкой добычей Георгий Шелли. Максим Ботинов основной нападающий Тюмени. Забил в текущем сезоне шесть мячей. Неоднократно он уже забивал и футбольному клубу Тамбов. Отличался он в составе Сибири. В первом круге забил из-за Тюмени. Им в дуальных действиях пытаться взламывать эти насыщенные редуты. Вот Чапер как раз из тех футболистов, которые могут что-то придумать. Находит он Килина. Но Килин сразу попадает в тиски. Однако Рыбин первый на подборе. Но делает неточную передачу. И сейчас нарушает правила 10 номер Ненат Кваренкович. Мяч до последнего. И оставить его в команде. Либо бить, либо сделать пас. Очень хороший финт. Удар по воротам. Мяч улетает выше перекладины. И сейчас Чертанова будет водить. Быстро выходят футболисты Чертанова. Подгоняемые голкипером. Так. Нарушение правил. Ну, как всегда, конечно. Это даже и футболисты будут признавать. Вот эти скорости, которые были в первые 20 минут, постепенно чуть-чуть снижаются. Невозможно на таких скоростях, которые демонстрировали обе команды, действовать постоянно. Смотрим за подачей. Растема Мухаммедшина. Борьба в воздухе. Да, недолго Мордовия атаковала. Перевод длинный. Здесь уже Леонтьевым в радиусе 5-7 метров никого не было. А добрый мяч у Мухаммедшина. Проняков. Проняков в центр. Леонтьев. Вот и наф. Атака Тюмени продолжается. Васиев. Древягин соперника встретил. И... В центр пасует. Дворецков. Руслан Мухаммедшин. Обухов уже в штрафной. Руслан попытался обыграть соперника, но тут же второй возник. Аут быстро разыгран. Дворецков. В принципе, с этой позиции можно было штрафной разыгрывать. Не знаю почему. Решили... Я имею ввиду отправить игроков в высокорослых тоже штрафную и попытаться подачу исполнить. Но решили игроки мордовишца для усиления игры. Есть игроки, которых можно было бы выпустить на последние 8-8 минут, чтобы они тоже кто-то либо в контратаку убежали или еще что-то придумали. Максим Лаук, например, у Тюмени Басиев. Вотинов там просил передачу, но поднять мяч в воздух не удалось. Мне здесь Паярков еще и почти в аут выгнал. Снаряд. Ну а здесь что, с нарушением, без нарушения?